А теперь мы должны рассмотреть вопрос о государстве. Ну, я думаю, наверное, вы знаете, что такое государство. Кто-то, может быть, слёт тут сформулирует. Что такое государство? Аппарат насилия одного класса на другим. То есть, я правильно понимаю, что при социализме государства нет? Нет, социализм ещё есть. Ну как? Ну есть аппарат насилия одного класса на другим? Нет, социализм. То есть нет государства при социализме. Это не вяжется у вас. Это не подойдет определение. Социализм это же... Что? Это коммунизм. Коммунизм, да. Но классы еще не уничтожены? Нет, социализм. Классы еще есть? Есть. Ну так государство еще есть? Есть. Так ваше определение не проходит? Надо такое определение, которое не для украшения. Вот знаете, есть определение как орнамент и как фундамент. Как орнамент оно проходит. Как бы и определение у нас есть. А вот как фундамент не проходит. Потому что это никак не получается для этапа. Наоборот, только людей запутывает. И вроде надо ликвидировать срочное государство при социализме. Ну судя по тому, что вы говорите. Или оно само отомрет, а оно так само это чего-то не отмирало. Какие еще есть попытки? Верховные власти? Знаете, есть власть тьмы. А в семье бывает власть. Когда у жены вся власть. Бывает и глава семьи мужчина. Реже оно бывает. Согласно патриархальной теории, государство – это выросло из семьи. Так это вы рассказываете, из чего выросло. Я вам еще расскажу, что все выросло на земле. Значит, когда человек пытается зафиксировать, запомнить определение, они по-разному высказываются в разных местах. Не так, что он вытащил какую-нибудь цитату. Он должен смотреть, чтобы это определение работало как определение. Ну вот, в той как раз ситуации, которая наиболее неизученной является. А как раз вот вопрос, когда есть два противоположных класса, наиболее изучены. Правда? А вот неизучено-то государство при социализме. И вот с ошибками в этом плане и связано с разрушением советского и уничтожением Советского Союза. Вот вы такие, как вы, и вот разрушили Советский Союз. Что делать с такими разрушителями Советского Союза? Я еще не родился. Я еще не родился. Вот, это особая злостность. Еще не родившись, уже участвовал в разрушении Советского Союза. Да таких злодеев еще мир не знал. Он сам-то не знает таких злодей. Значит, если мы немножко разберемся в том, а зачем оно нужно государству. Вот государство появляется тогда, когда появляются классы. А раз появляются классы, у них разные экономические интересы. И господствующий класс хочет обеспечить свои интересы. Поскольку он не хочет только ходить и уговаривать, а он хочет их обеспечить и гарантировать, значит, он нуждается в организации насилия для обеспечения своих интересов. И вот организация насилия для обеспечения классовых интересов господствующего класса называется государством. А такие подробности там против кого? Вот вы пойдете против, вот против вас государство и будет. Для чего дубинки выработаны? Против класса, что ли? Сразу раз и по голове, никаких строков по определению, которые я сформулировал. Но я его сформулировал после своего рождения. То есть это организация насилия для обеспечения интересов господствующего класса. Организация насилия для обеспечения интересов господствующего класса. Поскольку при социализме интересы рабочего класса уже осуществлены? Нет. Потому что его интерес состоит в полном уничтожении классов. Раз в полном уничтожении классов, значит, ему придется сохранять эту организацию на весь период до полного уничтожения классов. А для полного уничтожения классов надо уничтожить различия между городом и деревней. Людьми физического, людьми умственного труда – это дело очень долгое. И это раз. Во-вторых, а с чем приходится бороться рабочему классу в условиях, когда нет антагонистического класса, уже другого антагониста? Нет противоположного класса. С чем приходится ему бороться? С какими явлениями? С попытками повернуть с реакцией. А? С реакцией. С реакцией, да. А что реакция? В чем она выражается? С попытками повернуть. Вот вам кажется, что реакция, а мне кажется, что он молодец, хорошо делает. Как узнать, с этой реакцией или не реакцией? Пользоваться. Какими действиями должно бороться социалистическое государство? С регрессивными течениями. Какими? С регрессивными течениями. Какого критерия не дает регрессивного? Откуда потом выяснилось, что оно регрессивное, когда не стало социализмом? Это не вовремя. Сейчас хорошо уже говорить. Выходит, что мы провели эксперимент с Советским Союзом и выяснили, что такие-то действия были реакционные. В том числе и действия, связанные с заявлением о том, что диктатура пролетариата уже не нужна. Было такое заявление на 22-м съезде? Сейчас мы знаем, что это реакционное заявление. Что класса ОРБА прекратилась. Реакционное заявление? Реакционное. А в чем реакционность? Надо же увидеть это. Значит, какой принцип, если рабочий класс – господствующий класс, то он обеспечивает приоритет своих интересов? Так? Что значит приоритет? То есть, если кто-либо выставляет другие интересы, в голову глаз ставит, то они должны пресекаться в том числе не только словами, но и с помощью силы государственной власти. Правильно? А что значит выставлять свой интерес, а не интересы рабочего класса? Интересы рабочего класса – это только интересы рабочего класса или они всеобщие? Всеобщие. Почему? Потому что рабочий класс выражает коренные интересы и других трудящих, и христианства, и интеллигенции. Ну, естественно, он не выражает и коренные интересы буржуазии. Но мы говорим уже о том периоде, о социализме, когда буржуазии нет. Это через сто лет будет после выполнения решения вашего. Какой сейчас был, 19-й? 19-й. А? 19-й. Вот 19-й. Через сто лет вот что будет у вас. Насколько вы отстали от той Советской России, которая… Как она далеко убежала вперед? Ну, вот видите, как бывает. Забежала вперед, а теперь отстала от Китая. Намного. Всяко бывает. История – это не тротуар Невского проспекта. Это такой тротуар, на котором уже идет подготовка к чемпионату. Там все перевернуто, может быть, и очень усложнено. Так вот, если я исхожу из принципа приоритета… Вот я живу при социализме, это же наш строй, наш. Вот я живу при социализме и стараюсь улучшить свое положение. Это плохо? Неплохо. Ну, раз неплохо, ящики товарищи поддерживают, значит, я буду осуществлять приоритет своих интересов. А если что, буду ссылаться на них. Их много, они придут меня защищать. Буду на них ссылаться, значит, приоритет моих интересов. Так? Нормально? А если мы возьмем приоритет моих интересов? Моих в данном случае я просто один отдельный член общества социалистического. А есть приоритет интереса рабочего класса? Тут противоречия есть? В одном случае приоритет интересов рабочего класса, а в другом случае приоритет интересов отдельного индивида. Что первое, что второе. Вот сейчас мы живем в обществе, в России. Вы в таком счастливом обществе живете, вот попали сюда, в самое счастливое время, когда здесь обеспечен приоритет интересов отдельной личности. Правильно? Вот есть ваша личность, и, пожалуйста, обеспечите свой приоритет. Это главный принцип нашего общества. И приоритет моих личных интересов тоже главный принцип. Аж кто кого съест, вы меня или я вас съем, это вы там решайте между собой. Вот и его интересы тоже личные. Может, он нас съест, он моложе и сильнее, у него еще сколько союзников и единомышленников нападут на нас, и все, и пропало. Все пропало. То есть, а как вот это объяснить с классовых позиций? Для кого было характерно не то, важно, что я делаю, а то, важно, за что за это буду иметь? Кто так поступал? Для какого класса характерно такое поведение было в предшествующий период? Не то, важно, что я делаю, а то, важно, что я за это буду иметь. Для кого? Ошибка вышла? Буржуазия. Буржуазия вообще не делает. Она эксплуатирует. Зачем я делаю? Есть кому делать? Кристианство. Мелкая буржуазия. Мелкая буржуазия что делает? Это мелкий хозяйчик, работающий на рынок. Что значит на рынок? Который производит что? Товары. Если я произвожу товары, значит, я их для чего произвожу? Вот если я для вас сделал товар, мой интерес в чём? Чтобы можно продать. А? Не чтобы вы покушали, а чтобы мне продать вам, втюхать этот товар, чтобы мне получить от вас деньги. Продать – это вы половину моего интереса выражаете, а мое дело – деньги от вас получить. Продать, если бы я просто так пришёл, вы мне отдали. Ещё лучше было бы. Но поскольку я так у вас не могу, а некоторые так и делают, то приходится вот что-то делать и давать вам в обмен. Не то важно, что я делаю, то важно, что я получу. Вот если такие настроения и такие действия есть при социализме, когда люди живут при социализме, трудящимися являются, работают на социалистических предприятиях или в городе, или в селе, но для них не то важно, что они делают, а что они за это будут иметь. Это какое действие? Мелкобуржуазное. Это называется мелкобуржуазность при социализме. Не класс. Нет у класса мелкобуржуазии при социализме. А поведение характерное для мелкобуржуазии. Но оно истаётся. В силу того, что есть различия в интересах, значит, остаётся поле для того, чтобы какой-то интерес не всеобщий взять в качестве приоритетного. Вот это и есть родимые пятна капитализма. То, что делает социализм и что отличает социализм от полного коммунизма. Потому что полный коммунизм – это такой коммунизм, который освободился от родимых пятен капитализма, а такой коммунизм, который ещё только вышел из старого строя, и ещё во всех отношениях в экономическом, нравственном, умственном, имеет следы своего хождения, родимые пятна. Вот он называется социализмом. Мне приходилось в 80-е годы выступать во многих аудиториях, очень больших, в том числе перед партийными работниками, и спрашивать. А вот борьба с попытками дать обществу поменьше и похуже, а взятие у него побольше является мелкобуржуазностью? Является. А борьба с мелкобуржуазностью при социализме – это классовая борьба или не классовая? Борьба рабочего класса с мелкобуржуазностью классовая? Как же не классовая, если класс борется? Дорогой товарищ, если вы боретесь, фамилия ваша? Тишиневский. А? Тишиневский. Тишиневский? Ну вот если борьба Тишиневского у вас, а ваша фамилия? Ким. А? Ким. С Кимом. Это борьба Тишиневского. Боремся же мы не с классом, а с поведением внутри класса. А я говорю, кто борется? Я вас уважаю, а вы не уважаете сами себя. Я вас уважаю, это ваша борьба, вы боретесь. И что вы хотите назвать свою борьбу по имени его? Непонятно. Ваша борьба – это вот, ваше имя должно прогреметь. А его чего греметь? Вот за кольцо его и повели. Все, он уже все приготовил. Так же делают и с этими, с быками. Только такое большое кольцо вставляют. Я ничего плохого не сказал. А, Михаил Васильевич, получается, что если рабочий на заводе выполняет по три плана в месяц, и для того, чтобы поехать отдыхать с семьей на курорке, это получается тоже мелкобуржуазие? Да. Получается мелкобуржуазие. А что, мелкобуржуазие не надрывается и не умирает у себя на работе на своем участке, как сейчас вы не видите? Вот они выезжают на своем ржавом жигуленке и везут, значит, там, капусту, морковку и так далее в ларек. В лареке сколько они работают? Много работают. Это все опять получают. Те, кто думает, что кто получает, это вульгарные экономисты. В основе марксистской науки и теории лежит теория приматопроизводства или приматопотребления. Что вы мне все распределение подсовываете? Я же не спрашиваю, сколько вы получаете и за что, и кто вам что дает. Это другой вопрос. Мы это не обсуждаем сейчас. Мы говорим, с кем бороться надо. Мы с ним-то не собираемся бороться. Мы не с ним боремся, а с мелкобуржуазным поведением его. А как вы собираетесь его воспитывать? С этим бороться, это приветствовать. У него что, ничего хорошего нет в поведении? Или вы с человеком хотите бороться? Я с человеком не собираюсь бороться. Я за него хочу бороться. Против его мелкобуржуазности, за его хорошее и светлое, что мы вместе. Как же победить мелкобуржуазное поведение, если человек, например... А так, вот все ваши недостатки, которые проявляются в том, что вы выставить хотите свой приоритет, а не приоритет, интерес, ровно, будем подавлять. Силой государства. Подавлять будем вас. Вас не будем подавлять. А вас никто не спрашивает, а то и сила. Кто вас спрашивает? Это же диктатура. Если я хочу работать в интересах рабочего класса. Мы смотрим не на то, что вы хотите, а что вы делаете. Если вы... Ну и работаете тогда. Но знаете, что как только вы перестанете в этих интересах работать, то вы столкнетесь с силой пролетарского государства. Это я понимаю. Ну вот и хорошо, что для этого остановимся сегодня. да и до следующей встречи раз вы понимаете так так вот отсюда и вопрос такой а государство можно сказать что всякое государство за диктатура да какая чья диктатура правящего класса как это доказать чтобы это доказать вы должны дать определение диктатуры вот вы готовы дать определение диктатуры или нет тех кто не будет не сможет дать определение диктатуры диктатуры будем подавлять а у нас есть орудия подали есть у нас какой университет государственный государственный значит мы вас вызовем на экзамен и никуда вы не отвертитесь лично мне поручено подавлять тех кто не знает что такое диктатура и он должен увидеть эту диктатуру в действий ну так ведь я же у нас государство я же на государственной работе вы-то учитесь а я-то на службе у государства какого вот будем душить тех кто не знаешь такое диктатура вы тоже не знает что такое диктатура нет зачем сюда приехали чтобы знать вот и расскажите нам что такое диктатура но у вас разве нет диктатура пролетариата в китае у вас в китае записано в документах в уставе партии кпк записано записано там ни один товарищ прислал контрасте него фамилия говорит вот я прочитал всю программу китайской компартии там нет диктатура я ему вот диктатура диктатура народа нет там и притрята есть не надо там в уставе иди притрята как форма народных диктатура народа но написано дикатурка есть в уставе есть вот я ему скажу что мы посоветовались с товарищем из китая и вот я вам сообщаю так диктатуры но это не особо от вас от того чтобы сказать что такое диктатура а то все говорят пугает может быть полная полная а бывает неполная власть ключ за власть такая которая неполная хорошее дело но есть частичная власть безоговорочной то есть оговорки говорить нельзя что такое диктатура ну как-то вроде близко тут близко не вот этот край может знаешь такое диктатура вы еще не знаете что такое диктатура это правильно почему только допустим мы не допустим чтобы только допускали нет а вы уже сделали первый шаг больше с вас ничего не требуется пусть другие теперь развивается как всегда бывает науки чек сделать шаг а следующий ученый должен развивать вот вы следующий ученый нет он сказал не ограничено почему диктатура вы же в диктатуре класса говорим но нет вообще говорим о диктатуре это не не ограниченная чем не ограничены нет вы отходите от этого не продолжайте эту мысль а вы начинаете новую мысль вы власть не ограничена чем она не ограничена законами не ограничены какими законами вот это в районе золотая мысль вот учитесь вот видите вот люди слева сидят они точнее точнее выражаются а вы думаете вот вы сели к вам кажется что вы левая на самом деле вот если диктатура это власть не ограничены никакими законами вот я хочу сказать что хотя это написано у ленина но как вы понимаете они не писали так чтобы жирным шрифтом выделить и написать определение я когда книжку вот писал свою издавал социальная диалектика мне товарищ который вычитывал ошибки попросил михаил васильевич не можете вы все эти самые определения выделить жирным и курсивом я выделил их жирным и курсивом от книги социальная диалектика который вы можете использовать для экзамена подготовки там это есть но все равно там не все определения конечно но какие там вот по дороге попадались вот все их так выделял потому что я сам мучился сколько я искал эти определения потому что люди особенно умные, они, поскольку так много знают, что для них это не вопрос, что такое определение. Они спокойно об этом рассуждают, а мы, как чужие, как в другой стране живем, они знают, о чем говорят, а мы, ну, как бы примерно так представляем. Так вот, там вот точная формулировка. Диктатура – это власть не ограничена никакими законами. – А скажите, пожалуйста, если по этому определению тирания, это тоже часть? – Что? – Тирании. – Что? – Тирании. – Тирания? – Это тоже соответственно? – Нет. – Ну, потому что это другое, это понятие тирании. Тирания – это связано с тем, что есть тираны, те, которые издеваются над людьми. – А это тоже власть не ограничена никакими законами? – Это тоже власть не ограничена никакими законами, но не всякая диктатура тирания. Это уже особая, это особенная диктатура – тирания. Вот тогда, когда власть не ограничена никакими законами, может делать и положительное все, и не будет тирании. Вот я, например, надеюсь, что я совершенно не ограничен в выставлении оценок, но и тирании не будет, чтобы я просто вот вас увидел, ну ага, вот он со мной спорил – два. А этот вот один раз не в попад ответил. Хотел сказать один, а один нам не дают – два. Но один в уме. Нет, такого не будет. То есть это разные вещи. То есть давайте мы… Вот мы взяли один вопрос, давайте его разберем, а вы сразу начали уже… Давайте я обдумаю, что такое тирания. Давайте мы обдумаем, что такое диктатура. Причем надо понять, что всякое государство, в том числе и тираническое государство, да, обязательно диктатура. Ну, для тех, вот если это тиран осуществляет, всем и так понятно, что она, все это диктатура. Правильно? Почему? Потому что власть тирана ограничена законами? Нет. Там вообще может не быть никаких законов. Что хочу, то и делаю. С вами. Тирания. А вот если вы возьмете современное буржуазно-демократическое государство, оно же везде демократии. У вас демократия есть в Китае? Нет. Нет. Нет, есть, есть. Он дает. Я думал, он только Россию очерняет, он и Китай очерняет. А если к миллиону, к миллиарду, к 380 прибавить, к 150 миллионов, будет уже полтора миллиарда, полтора миллиарда очернил. Или есть эти. Значит, да, это безобразие вообще. Так у нас власть в Китае ограничена законами или нет? Демократия есть? Есть. Есть демократия? Есть. Так у вас власть не ограничена законами? Нет. Не ограничена? Да. Да. А в России власть сейчас, у нас демократическое государство? Да. Ура за демократия. У нас власть ограничена законами? Нет. Нет. Как это доказать, что она не ограничена законами, наша власть? Она же сама их пишет. А? Она же сама их пишет. Правильно. Не только пишет, но сама обеспечивает и голосование за них. Сколько процентов представители буржуазных партий составляют в Думе? – Стот. – Ну, что-то. И что вы делаете-то? – А у нас какие есть буржуазные партии? – Ну, явных буржуазных три. Это «Единая Россия», «Справедливая Россия» и «ЛДПР». Ну, и КПРФ тоже уже примерно, да, вот тут почти сло и получается. КПРФ. Поскольку она была всё мелкобуржуазная, а теперь уже и вроде как и буржуазная. Но, по крайней мере, она не мешает. То есть чисто буржуазные партии и по форме, и по содержанию даже, и по содержанию, и по форме составляют большинство. Конституцию может поменять Дума? Может. Потому что достаточно голосов. То есть, а раз может, то эта власть не ограничена никакими законами. А раз она не ограничена никакими законами, то у нас, в нашей России, диктатура буржуазии. А раз у нас диктатура, вот имейте в виду, что с вами будет на экзамене. У нас же государство-ниверситет. Ну, вот у нас государство-буржуазии. Кто будет не знать каких-то определений – страшное дело. Но стрелять в студентов нам не разрешают. Так. Это очень важно. Понимает ли у нас общественность, что каждое государство за диктатура класса? Нет, не понимает. Основная масса публики не понимает. Вот вы его видите в беседах с другими товарищами, что это разделяет эти понятия. Ну, это вот государство, как вот некоторые говорят. У нас социальное государство. Это хорошее… Вам нравится такое высказывание? У нас социальное государство. Вам нравится? Очень красиво. А? Очень красиво. Не слышу. Очень красиво. Чего тут красиво-то? Вариантов очень мало. Или животное государство, или механическое, или социальное. Это общественный же институт. Но всё, это доказывает всё равно, что солнце, оно светлое. Вам нравится, что солнце светлое? Ну, иногда говорят, солнышко светит, ясное. Можно сказать, что солнце ясное. Как будто оно могло быть неясным. Но такой же смысл и в том, чтобы говорить, что государство социальное. Не животное же. И не растение это, государство. Это относится к обществу. Это и общественный институт, а вовсе никакой другой. А другое что хотят сказать? Хотят что-то другое сказать. Что я скажу. Оно вот заботится об обществе. О ком заботится это социальное государство, которое вам нравится название? А что это название скрывает? Что это орган диктатуры правящего класса. И вам это нравится? Вы к какому классу относитесь? Наверное, в пролетариат. Наверное, в буржуазии. Или, если употреблять такую терминологию, которая в полемике бывает. Прислужники оказались в буржуазии из числа пролетариата. Они употребляют понятия, которые затушевывают классовые различия и позволяют скрывать их под разными названиями. Справедливое государство. А справедливое бывает государство? Что ж тут справедливое, если я его подавляю? А вообще, это справедливо. Так, значит, что мы получили? Мы имеем определение государства. Утверждение, что всякое государство – это диктатура класса. Но это поскольку классовое же, классовая диктатура. Это диктатура класса, диктатура патриата. И вот поэтому Ленин не уставал это разъяснять, что тот, кто не понимает, что должна быть либо диктатура буржуазии, либо диктатура пролетариата, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. То есть кто-то этого не понимает, ничего не понимает в вопросе о государстве. То есть дальше следующий вопрос о государстве. Это вопрос о том, это, так сказать, положительное явление или отрицательное явление государства. Оно осуществляет насилие. Насилие. Бывает прогрессивное насилие? Бывает. Значит, если класс прогрессивный, то пока он прогрессивный, то роль его государства тоже прогрессивная. А если класс реакционный, то он пытается подавить тот класс, который уже стал прогрессивный, и идёт ему на смену. Можно поэтому сказать, что вообще государство является само по себе отрицательным? Нет. Например, государство диктатура пролетариата. Вот про него Бухарин, который не разобрался в этом вопросе, потому что он у нас тут не учился. Он написал, что вот пролетариат вбивает осиновый кол в могилу государства. То есть как бы государство – это сугубо отрицательное что-то. Оно на самом деле по форме тоже точно отрицательное, потому что государство отрицает. Что оно отрицает? То, что противоположно правящему классу. Но если рабочий класс по своей исторической миссии должен ликвидировать классы и силой подавляет всё, что препятствует этому движению, значит, это вот подавление того, что препятствует этому движению, то есть подавление реакционных тенденций, реакционных поступков, подавление некоторых недостатков, которые есть у хороших людей, это положительное действие или отрицательное? Да что же вы тогда ему вместо памятника государству диктатуры в трятых осиновый кол хотел убить Бухарин? И Ленин вот это цитирует и критикует в книге «Государство и революции». Но это какое положительное действие? Оно положительное, как отрицание отрицания. То есть оно само по себе насилие ничего положительного не имеет, правильно? Сейчас подойди ударить кого-то по голове. Это положительное, что ли? Кто считает, что это положительное? Никто не считает так. Я и не подхожу туда никому. А в чем положительность-то? То есть если есть отрицательное явление, отрицательное по отношению к интересам класса господствующего, оно отрицает эти отрицательные явления. Отрицание отрицания – это что? Положительное утверждение или отрицание? Утверждение. Значит, государство является утверждением, оно является положительным, но как отрицание – отрицание. Поэтому надо ли вообще отменять какие-то меры наказания? Вот есть мера наказания. Установило государство. Значит, есть ли этих явлений? Больше нет. То что с этой мерой наказания происходит? Она не применяется. Почему не применяется? Ну, нету таких явлений и нету такого наказания. То есть в законе есть, а применять не надо. И наоборот, вдруг кто-то все-таки опять такое действие совершит, тогда он подвергнется наказанию. Поэтому про государство можно сказать, которое берется в переходный период, вернее, уже при социализме, что государство не отменяется, оно отмирает. Отмирает – это значит, что не будет таких действий, которые надо подавлять. Так этот аппарат принуждения, подавления этих действий не нужен. Правильно? Зачем он нужен, если нет таких действий? Поэтому государство именно засыпает, умирает, а не отменяется. Поэтому вот тогда видна и нелепость того, что произошло у нас на 22-м съезде партии государства. Партия заявила, что диктатура-трята нам больше не нужна. Государство уже у нас не классовое, а общенародное. А бывает государство общенародное? Вот Энгельс писал так. Пока государство есть, оно не общенародное. А когда оно уже общенародное, то оно не государство. Но если оно общенародное, то не классовый организм. Мы уже пришли к коммунистическому общественному самоуправлению. То есть соединять слово «народ» со словом «государство» вообще нельзя. Ни в каком случае. Не только социальное государство является глупостью, Но и народное государство является глупостью. Не только глупостью, а вредной глупостью. Такая, которая нанесла колоссальный вред и привела в конечном итоге к разрушению Советского Союза. Но если вы не будете подавлять отрицательные тенденции, то отрицательные тенденции возьмут вверх. А какие отрицательные тенденции? Тенденции к разрушению Советского Союза, к тому, чтобы разрушить предприятие, которое обеспечивает цель социалистического производства. И учреждения, и организации, и образование, и культуру, и так далее. И всё начинает разрушаться. Почему? Не потому, что оно на силе держалось, а потому, что все разрушающие явления подавлялись. То есть, если разрушающие явления не подавлять, то общество погибает. Ну, как вот мы рассматриваем с вами лекарства? Лекарства – это еда или не еда? Не еда. Не еда. То есть, в какой смысле лекарство? Оно должно подавить какие-то отрицательные явления, которые в вашем организме возникли. Из этого не следует, что надо продолжать дальше кушать это лекарство, когда у вас эти пропали явления. Не надо кушать лекарства, увлекаться с употреблением лекарств. Правда? То есть, это положительное лекарство, может быть, только как отрицание отрицания, а не само по себе. По этому поводу дискуссия была насчёт отмены смертной казни. Ленин ссылается на одного социалиста, который говорил, что пусть смертную казнь отменяют господа убийцы. Ну, это, в общем, общее положение. Это вообще положение о том, что государство не отменяется, умирает. Нет таких нарушений, нет таких наказаний. Если нет убийств, будет наказание за убийство? Не будет. Так а зачем отменять тогда наказание за убийство? В чём идея? Как в чём идея? Вот если я вас убью, и пусть вы умрёте, а я останусь жить, процветать. Хорошая идея, мне нравится, если я убийца. Вот вы думаете, я про вас только говорю, я в таком же положении. Вот меня, и сейчас я выйду из института, меня убьёт убийца. Он знает, что он-то останется в живых. Он-то знает? Почему? Потому что он знает, что у нас моратория, у нас в уголовном кодексе осталась смертная казнь, она не отменена. И некоторые попытки были вообще её выкинуть из кодекса, но она осталась. Ну какой смысл там в суду выносить решение о смертной казни, когда у нас мораторий? То есть его всё равно не применят. Поэтому и суды не стали применять. А у нас есть случаи, когда по 100 человек убивает? Один. Как это нет? Как? А как? Битцевский маньяк, не знаете? Он убивал только знакомых. Знакомых. А если невинных рассудили? А? А если невинных рассудили, Паша, тогда получается, что человек ни за что... То есть пусть лучше 100 человек убьют, чем одного невинного рассудят. Я понял, ваша точка зрения хорошая. Нет, ну есть же так. Причём этих 100 человек уже точно убили, а вы только рассуждаете на эту тему. Это не из тех, которые сидят сейчас на скамье посудимых, и они говорят, не трогайте меня, вдруг вы ошибётесь. Но его же можно посадить на пожизненное, пусть работает. А потом, если что, выпустят. Если вот он вас убил, пусть ваши родители работают, и 30 тысяч долларов стоит его содержание в месяц. И пусть до смерти ваши родители до смерти будут работать над содержанием того, кто убил вас, сына ваших родителей. Вам это нравится? Мне, например, это не нравится. Он же сам работает. Ну простите, но когда у вас... Он, думаете, работой своей обеспечивает существование этой всей системы? Вы на неё будете работать. Родители ваши будут работать. Особенно, у кого детей убили, поубивали, вот они будут всю свою жизнь работать на этих самых... Они умрут раньше этих самых уголовников. Это... Сейчас я на этот вопрос отвечу. Вопрос на ваш вопрос. Вы его задаёте, чтобы разобраться, или в порядке опровержения? Вот что, если разобраться, подумайте сами. А зачем вы торопитесь применить в исполнении? Сколько вам лет нужно, чтобы разобраться? Сколько вам нужно лет для выяснения? Сколько надо вам? 10 лет хватит? Хватит. Ну вот, 10 лет не приводим в исполнение. А вы разбирайтесь. Мало 10, 15. Пусть он сидит, знает, что он приговорён к смертной казни, и 15 лет вы всё выясняете. А нет ли каких-нибудь смягчающих обстоятельств? Может, он не 101 человека убил, а 99. Вот об этом у нас полгозаведующий кафедрой Михаил Семёнович такой. Он говорит, ну, это совсем не обязательно приводить сразу в исполнение. Смертная казнь, так сказать, обвинение и приговор, он имеет ещё и какое воздействие? Общественное воздействие. Вы на это лицо хотите повлиять? Убийцу вы не исправите. Надо повлиять на остальных, потенциальных убийц. Вы кого хотите остановить? Это разложившийся тип. И его не спасёте ни за что. А вот того, кто мог бы стать в убийстве, вы можете остановить. Вот об этих людях подумать. Ну, а так вот сейчас такая ситуация, что у нас вот неравенство. Вот если меня собрался кто-нибудь убить, ну, как вот сейчас делают террористы? Террористы-то знают, вот смертники, они-то... Они вот знают, что вы умрёте. Ну, не вы лично, а раз, два, три, много. А они тоже, наверное, умрут. Но им не важно, так сказать, эти ваши жизни. Они хотят улететь в рай. Вот. А для этого надо неверных убить, и тогда он попадёт в рай. Ну, тогда получается, что государство лицензирует убийство, когда отправляют военных на войну. Извините, их потом тоже никто не сажает, хотя они точно так же убивают сотнями людей, и это нормально считается. То есть вы считаете, что точно так же они убивают? Вот если пришли люди, чтобы убить ваших детей и забрать вас в рабство, то это считается, что это то же самое? А там нечисто дети на войне? Нет, нечисто. Да, там тоже дети. Нет, нечисто. На войне... А вы знаете, что такое война? Вы же не знаете. Не знаете. Дайте определение войны. Не знаете. Давайте поспорим на 100 рублей. Я знаю, что с людьми после этого происходит. Что? Я знаю, что происходит после этого. То, что после этого, это после войны. А война что такое? Какая разница важна? Ку-то вот здорово. Мы где находимся с вами? В университете, у нас лекция по науке. Наука называется философия. В ней есть определение войны. Вы не знаете определение войны. Не будете знать на экзамене, получите два. Это государственное принуждение. Кто-нибудь может сказать, уважаемые коллеги, что такое война? Товарищи историки. И вы не знаете, что такое война? Или вы в порядке солидарности просто? Знаете, но не скажете. А? Весь солидарности. Весь солидарности. И вы тоже? Это у вас целая группа? Да. То есть с особым цинизмом, особой группой, платившей. Не знаем, что такое война. Так, Китай знает, что такое война? Он срочно товарищу звонит другу. Звонок другу, чтобы он сказал. Другу в Вьетнам. Он знает, как он воевал в Вьетнам с американцами. Наверное, точно знает. Это продолжение политической борьбы? Вот. Продолжение, во-первых, политической борьбы иными средствами. Это вот важно. Не просто кто-то кого-то убивает. Это продолжение политической борьбы. Политическая борьба. А это борьба классовая же, да? Классовая же борьба. Классовая борьба. Классовая борьба может обостряться? Может. А как же нет? Вот вы, например, большевики дали землю крестьянам, а пошёл Деникин и стал у крестьян отнимать эту землю и вешать крестьян, убивать их. Так и что нужно было делать крестьянам? А крестьяне пошли в Красную Армию убивать Деникина и Деникинцев, которые у них отнимали землю. Но это эпизод. А что такое вообще война? Вот вы такое грустное, как будто не знаете, что такое война. А? Вооружённая борьба. У вас нации. О, учитесь. Я вам говорил, смотрите налево. В авангард причём. Вооружённая борьба классов, наций или государств. Вот тот человек, который абстрагируется от содержания этого, от содержания. Конечно, тот не может сделать правильных выводов. От содержания нельзя. Нельзя просто говорить о том, что вот кто-то кого-то убил. И это не... Есть разница застрелить, а можно сказать расстрелять. А можно сказать и убить. Всё это разные понятия. Так что, конечно, при проведении любой политики, мы о политике говорим, да? При проведении... Но ещё мы немножко забегаем вперёд. Могут быть ошибки. И это не основание того, чтобы брать ошибочную линию в политике. То есть в политике надо выбирать правильную политику. Вот Сталин говорил, так мы будем правильную линию выбирать, и это рассматривать как ошибки в проведении правильной линии, или это будем рассматривать так, что вот линия должна быть на ошибке. Как всё-таки мы? Бывают такие правильные линии, правильная политика, при осуществлении которой нет никаких ошибок? Бывает? Нет, не бывает. Поэтому надо всё равно выбрать в принципе вопрос о том. Вопрос о наказании, он принципиально решается. Не по отношению к смертной казни, а государство вообще. Государство не отменяется. Государство отмирает. Поэтому если мы хотим, чтобы не было смертной казни, что надо сделать для этого? Надо сделать так, чтобы уже не было убийц. Как только убийц не будет, смертной казни, соответственно, не может быть. Правильно? В некотором случае смертная казнь не только применяется во время убийц. Ещё во время, например, диссидентов. Во время чего? Во диссиденте. Чего? Ну, когда появляются диссиденты, они тоже... Нет, диссидентов никто никогда не... Если они диссиденты, никто их никогда не расстреливал. Вот врагов советской власти расстреливали. Но врагов советской власти... Вот были у нас товарищи советской власти, в том числе из Китая, красноармейцы, китайцы, они расстреливали врагов советской власти беспощадно. Потому что советская власть – это будущее всего человечества. Но они не совершали убийство. Нет, это не убийство. Ну, поэтому... Это не убийство. Для убийства... Убийство – это преступление. Преступление предполагает закон, нарушение закона. Или революционной законности, когда она находится в становлении. А когда мы говорим об убийстве, мы имеем в виду заведомо преступление. Мы должны различать преступное убийство от уничтожения, скажем, противников на войне. Есть законы войны, между прочим. Вот в Сангми 60 лет назад, или 50? В 68-м году. 50 лет назад. 50 лет назад в Сангми американская армия напала на деревню Сангми. Расстреляла всех, уничтожила всех жителей деревни. Каких? Безоружных, мирных. Это что такое? Это убийство. Причем это уже убийство, являющееся военным преступлением. Потому что воевать можно. Это военные стреляют в военных. А если вы военные, я в нее стреляю. Это убийство. Неправильно. Она тоже согласна, что не надо в нее стрелять. Я имею в виду, что некоторые преступления, например, экономические или насилия, они тоже при определенной сочи могут... Да, конечно. Вот у нас, скажем, я хочу вас с вами поделиться своим впечатлением. Когда Верховный Совет России под предложением Ельцина убирал смертную казнь за экономические преступления, это вызвало потрясающий бурный восторг у этой публики, которая просто восхищалась, скандировала по этому поводу. А почему? Она как бы предполагала то, что потом началось. Посмотрите, что у нас творится сейчас в России. У нас этих экономических преступлений море. Люди обездолены, без зарплат, без повышения зарплат ходят, а люди гребут миллиарды. Сколько у Захарченко миллиардов нашли в сумках у полковника? Сколько? Да ладно, не надо приписывать. Чего обвинять? Вот уже вы начинаете приписывать лишнее. Что, мало вам, что? 8 миллиардов нашли. Это хватит уже. 20. Нет, еще миллиард у него нашли уже дома, в недвижимости, в машинах, квартирах и так далее. Это, само собой, золоте, драгоценностях. Ну, это мелочь. А 8 миллиардов прямо вот в баулах, в плечетых сумках, наличными. 8 миллиардов долларов. И источник, так никто и не говорит, откуда взялись. Наверное, нашел по дороге, где-то шел, кто-то потерял. Подобрал сумки, чтобы они не пропадали. Открыл там доллары. Так, то есть мы очень важную вещь установили, что государство само по себе позитивным, положительным не является. Вот кому не нравится то, что государство преследует преступников, вы их наказываете. Никакого хорошего впечатления от тюрьмы не может быть, согласитесь. Ну, какое, может, хорошее впечатление от тюрьмы? Вы бы хотели работать в тюрьме? Я бы не хотел. Ну, а можно обойтись без тюрьмы, пока есть преступники? Преступники бы спокойно обошлись без тюрьмы. Они бы с удовольствием прикрыли эти тюрьмы. И это все красиво называется. Как называется это красиво? Пенитенциарная система. Красиво же? Ну, менее красивая система исполнения наказаний. ФСИН, федеральный. ФСИН. Или, когда вы увидите, такие вот машины едут, написано ФСИН на них. Закрытые такие. Там преступников переводят по городу. А название такое, наверное, финансы какие-то ведут. ФССИН. Деньги, наверное, открываешь, а там преступник. Вот, анархисты, например, говорят, что если без системы наказаний, если силе будет противопоставлена другая сила, то, соответственно, не будет и преступления. Если человек знает, что его за кражу могут сразу же преступить... А вы что такое анархисты знаете? Кто такие анархисты, знаете? Знаю. Ну, кто это такие? Вы выступаете против государства. Любого. Любого. То есть для них что прогрессивное государство, что реакционное, все равно. Ну, так они враги, диктатура пролетариата. Какие вопросы еще? А вы не анархисты? Я чувствую, что вы как-то так оттуда ушли. А то они, например, говорят... Ну, мало ли, у нас врагов диктатура пролетариата, их очень много. Так что вот анархисты нам союзники на этапе разрушения старого государства. Вот это разрушение союзников. Вот, поэтому уважаем Бакунина там у нас. Почитаем. А дальше они уже не союзники. Ну, на каком-то этапе были союзники? Были. Надо их уважать. Так, государство. Значит, государство за организацию насилия для обеспечения интересов господствующего класса. Раз. Поэтому это организация классового насилия. Во-вторых, мы выяснили, что всякое государство – это диктатура. А диктатура – это власть не ограничена никакими законами. Кстати, а законы – это что? Право. Что такое? Кто скажет? Что такое право? Ну вот, поэтому даже это тоже ясно. Из понятия права ясно, что, конечно, диктатура класса не ограничена никакими законами. Потому что право так и формируется. Выражает интерес этого класса. Что государство не отменяется, оно отмирает. Что государство положительно не само по себе, а его положительный смысл только в отрицании отрицательных явлений, противоположных прогрессивному классу. Только в этом. А само по себе ничего хорошего в государстве нет. А еще более того, в государстве имеются государственные болезни. У всякого государства есть государственные болезни. Берем самое хорошее государство, прогрессивное государство – диктатуру паралитариата. Какие у него есть государственные болезни? Бюрократизм есть? Есть. Карриризм есть? Есть. Есть. Местничество? Есть. Которого знаете? Да. Ведомственность? Есть. Моё министерство им заботится, а ваше министерство, наверное, плевать. Так, выражением чего являются вот эти государственные болезни? Вот те люди, которые осуществляют диктатуру пролетариата, они принадлежат к пролетариату или не к пролетариату? Ну, раз они сидят в государстве и занимаются управлением государством, а не производством материальных благ, они к пролетариату не относятся. Значит, существует различие в интересах тех, кто осуществляет диктатуру пролетариата, и тех, кто является пролетариатом? Да. Существует. А раз существует, оно может не проявляться? Нет. Не может, значит, проявляется. В каких формах? Вот таких и проявляется. Вот пришли вы ко мне. Вы пришли ко мне. И вы говорите, вот, Михаил Васильевич, то-сё, пятое-десятое, помогите. А я вот обеими руками держусь за кресло. Это кто это держит двумя руками? Это бюрократ. Да? Вот вы видите, я же заняты, руки у меня. Я бы вам помог. Но руки у меня заняты. Вариант два. Я одной рукой держусь за этого же кресла. А второй рукой – за более высокое кресло. Я карьерист. Вы пошли ко мне. Михаил Васильевич. То-то, 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 то-то. Ну, что, не видите? Я бы с удовольствием вам помог, но у меня руки заняты. Не могу вам помочь. Нечем мне вам помочь. Третий вариант – местничество. Приходите вы ко мне и говорите, вот, Михаил Васильевич, надо помочь. Вы из какого города или села? Сергий Викпосад. А? Сергий Викпосад. Сергий Викпосад. Это я не из этой деревни. Вам помочь не могу. Я из Тамбовской области. Приходите, если кто-то знает из Тамбовской, и пусть заходят. Это местничество. А еще ведомство у нас есть. Вот вы пришли. Просите у меня, да? Из какой отрасли вы? Да? Да. Из энергетики. Какой? Из энергетики. Из энергетики? Нет, я по химической промышленности пошел наверх. Химикам я помогу. Вы химик? Вам помогу. Ему нет. А он мне поможет. Я же не могу. Как вы понимаете? Ты мне, я тебе. Братцы тоже. Вот там вот это местничество. Нет, ваш этот посад отпадает. То есть Тамбовская надо. У нас самая сильная группировка Тамбовская была в Ленинграде. Знаете, да. Лидер ее Тамбовской группировки уже сидит в Москве. 14 лет дали. Кумарин. Я не знаю, как это удержать. Как это явление? Можете обобщить? Даже представитель великого китайского народа, миллиард 380, не может обобщить. Представьте, какая сложная проблема. Очень сложная. Так все это есть проявление мелкобуржавности. Он заботится не о государственных интересах, не об интересах пролетариата. О чем? О каких-то своих интересах. Или своих знакомых. Или своих родственников. Или из своей местности. Земляков. Вот он не земляк оказался. И что это я буду помогать? Он из этого Сергия его посада. В Тамбовской области я бы ему помог. Посада. И не приходите ко мне, и не просите. Я очень строго соблюдаю. Никаких поблажек. Все по закону. А он хотел, чтобы я ему что-то сделал. Не по закону. Так. Короче говоря, что это такое? Это мелкобуржавность. Та самая, о которой мы с вами говорили. Мелкобуржавность. Это явления мелкобуржавные. Это явления, от которых можно в раз избавиться, или это такие явления, которые неизбежны? Неизбежны. А раз они неизбежны, что тогда? Какая стратегия должна быть по отношению к ним? Надо с ними бороться. Надо с ними один раз бороться? Или два? Все время бороться. А как с ними бороться? Убивать. Вот увидел я, что у него месяц, что сразу пистолет делал. Да? И все. Нет? Два пистолета надо. Три. Следующее поколение, правильно. Следующее. Это убрать. И ждать следующему поколению. Понятно. Нет. Это все сидит. А следующее уже на следующем поколении. И так все время сажать. Поколение за поколением. Не прав. Не прав. Ну, это мы напишем. Это мы можем. Особенно бюрократы, это они молодцы. Отличные будут законы. И что будет в законах? Что не делайте так плохо. Делайте хорошо. Что контролировать будет? Чего вы не знаете? Партия. Она же разложилась у нас, КПСС. От бесконтрольности. Тоже контролировали народ, чтобы все время ротация происходила. Работал на заводе, посидел в КПСС. Да, вот это уже ближе. Вот в этой книге, которую Ленин писал в разливе «Государство и революции», Ленин как раз показал, что это вот бюрократизм – это не нарыв, который можно вырезать, а это болезни, которые нужно долго лечить. То есть это государственные болезни. И лечить их можно только одним. Эти болезни связаны с монополизацией дела управления в руках отдельных лиц. А нужно, чтобы… Нужно разрушать эту монополию. И тогда он выдвинул такую формулу. Нужно, чтобы каждый на время становился бюрократом, и чтобы поэтому никто не мог стать бюрократом. То есть надо не только ротация, а и всеобщее участие в управлении. Всеобщее участие в управлении. То есть если вы… Вот я управляю, а вы не знаете, как управлять. И нечего сюда суваться. Тогда я могу проводить то, что мне надо. А если вы разбираетесь в деле управления, не хуже меня, и можете меня проконтролировать, потому что вы и в ходе этой ротации можете меня заменять, можете осуществлять эти функции, вы умеете это делать, тогда вы можете проконтролировать, тогда вы можете эту болезнь преодолеть. То есть не должно быть такого разделения на тех, кто только управляет, и тех, кто только подчиняется. Потому что те, кто только управляет, тогда отрываются со своими интересами. И для некоторых из них их интересы становятся решающими. Это нормально же? Ну, если у меня есть мои интересы, я должен о них подумать? Вот вы студент? Да. А я кто? Так я должен о своих предпринимательских интересах думать? Или только о вас, а о вас, и день, и ночь? Ну, сколько можно? Кто должен думать о своих? Я вот о своих решил подумать. Плюнуть на вас и заниматься своими интересами. Что тут ненормального? То, что вы забыли о нас. Вот и хорошо, что я хоть о вас забыл. Плю спокойно. Думаю, завтра приду, в следующую среду опять. Никто не знает. Этого не знает, того не знает. Ещё я виноват. А кто я? Я же виноват. Я же вас преподаю. А вы на меня всё свалите. Скажите, так это я так преподавал, что вы этого не знаете. Правильно? Вы же не скажете, что вы виноваты. Скажите, я виноват. При всём хорошем отношении. Нам так преподавали что? Так ведь рассказывают? Значит, надо, чтобы каждый участвовал в управлении. Когда каждый будет участвовать в управлении, не будет монополизации управленческого труда, и тогда можно будет успешно бороться с этими болезнями. Что для этого надо? А когда участвовать? Сколько у нас часов продолжается труд? Рабочее время уменьшать. Вот в программе в соответствии с идеями Ленина и вот с вашими идеями было записано, что в дальнейшем при росте производительности труда сокращение рабочего дня до шести часов с обязательством для каждого рабочего уделить без особого вознаграждения два часа ежедневно обучению военному и профессиональному искусству и практическому обучению техники государственного управления. Вот рецепт от Роцки, чем отличался от Ленина. Надо бороться с бюрократами. Ну давайте их перестреляем, этих бюрократов, и подрастают новые бюрократы. Давайте этих перестреляем, еще новые. И что? Где тут борьба? Нет борьбы с бюрократизмом. Поэтому у Ленина говорится о борьбе с бюрократизмом как характеристики любого позитивного человека, который попал в систему управления. У него же интересы изменились. Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него? Из народа. Поэтому не с бюрократами надо бороться, а с бюрократами. Но если вот человек со всех сторон обюрократился, тогда только его можно назвать бюрократом. Для этого не надо доводить. То есть свободное время, а почему только? Это для начала два часа. А вот Сталин уже говорил, что потом и до пяти часов надо довести. А кто дальше пошел Сталина? Ну вот не угадаете. Вы не узнаете современную Россию, и вы не знаете нашу Россию. У нас полет, у наших буржуазных деятелей полет, как у паралитарских этих идеологов. Максим Топилин, министр труда. На Петербургском форуме сказал, надо и в дальнейшем перейти. Сначала к шести, а потом к четырехчасовому рабочему дню. Ну, сказал министр труда, значит, переходить надо. Ну, ну что-то не переходит. Ну, во всяком случае, это вот прозвучало. Это не где-то прозвучало. Это министр сказал современного буржуазного правительства. На самом деле он-то знает, в какой степени этот вопрос назрел и перезрел. Вот есть исследование доктора экономических наук Мазура Олега Анатольевича из Невиномысска, который показывает, что за один час труда из восьми рабочий современной России вырабатывает всю свою зарплату по величине. А дальше семь часов работает на эксплуататорах. Семь часов. Поэтому вот работают такие бедные, а миллионеров, миллиардеров, пруд, прудей. Потому что семь из восьми часов, они работают только на прибавочную стоимость. А почему? До сто лет, потому что уже прошло после установления восьмичасового рабочего дня. Что мы праздновали в Октябрьскую революцию год назад? Мы праздновали, но не год назад, даже меньше. Установление восьмичасового рабочего дня. Или печально вздыхали по поводу того, что сто лет уже прошло, и дальше дело не пошло. В 1927 году был сделан шаг по переходу к семичасовому рабочему дню. Но поскольку избегалась война, пришлось снова уйти к восьмичасовому рабочему дню. Ну хорошо, после войны было восстановление. Но потом, после периода восстановления, вместо того, чтобы сокращать рабочее время, в свободное время, ежедневно, можно организовывать профсоюзы, партии политические, участвовать в проверке, в контроле. Что было осуществлено? Переход в пятидневки. Дескать, вот пять дней вы работаете с утра до вечера. И тут ни до профсоюзов, ни до партии, ни до выяснения того, что такое диктатура, пролетариата, и что такое борьба с бюрократизмом. А потом идите камни ворочайте, там Михаил Сергеевич посоветовал сделать, на болото отправить трудящихся, дать им участки, пускай они камни там ворочают, бревна и деревья вытаскивают, и выращивать себе огурчики и помидорчики. А за это время мы отберем у них фабрики и заводы. Так и произошло. Конкретный пример. Вот у меня есть родственник, муж моей сестры, Виктор Александрович Овчинников. Он был депутатом Ленсовета в свое время. Продвижал его объединенный фронт трудящихся. Работал на Кировском заводе. На Кировском заводе собрали конференцию, посвященную приватизации. Вот мы с ним встретились накануне этой конференции, немножко поговорили. На следующий день он выступил на конференции. С тем, что не надо проводить приватизацию. Это вредное дело. И за него проголосовало большинство за это дело. И не прошел номер с Кировским заводом, с приватизацией Кировского завода. Тогда товарищи, которые занимались приватизацией, а ныне они господа, что сделали? Вот закончился отпуск у людей. А отпуск они проводили как раз в Намшинской. Это значит туда, в сторону Луги, 80 километров. На участках. Так, снова еще вам будут месяц платить, и можете еще отдыхать месяц. Потом они поотдыхали еще месяц. И еще месяц будут платить, и еще отдыхайте месяц. Третий месяц. На четвертый месяц приходит, все приватизировано уже. И нет Кировского завода. А есть отдельное производство. Есть тракторное производство, или как называть, петербургский тракторный завод. Ну, петербургский кусок вырвали из Кировского завода. 70% продаемкости трактора было тихвинское производство, объединяя Кировский завод. Там теперь в Тихвине вагоны делают. Совсем другое предприятие. Есть отдельно спецмаш. Это предприятие, которое занимается ремонтом и созданием военной техники. В том числе бронетехники. И так далее. Все это разбито на кусочки, разделено. А вместе это называется холдинг. Давайте вместе будем держать руками все холдинг. Что мы будем в руках держать? Кто холд? Акции будем держать. А эти акции, эти акции. Семененко, директор Кировского завода, случайно выпал с пятого этажа. Вы не падаете случайно с пятых этажей? А вот у нас директор Кировского завода выпал. И тогда его не случайный сыночек стал генеральным директором. Младший Семененко. Ну, уже время такое уже, когда экономическая власть передается по наследству. А с сыночком уже легче было договориться. И нет у Кировского завода у нас флагман. Флагман нашего машиностроения. Флагмана нет, а кораблики есть всякие. Так что главный секрет и главные условия, и главная дорога борьбы с карьеризмом, бюрократизмом, ведомствами, местничеством. И это же главная дорога борьбы за уничтожение классов. Надо уничтожить различия между теми, кто подчиняется, и теми, кто управляет. Правильно? В понятии классов говорится о том, что классы отличаются по месту в исторической определенной системе общественного производства. Это город и деревня. То эти различия надо уничтожить. По отношению к средствам производства. Но если это общественная собственность, это уничтожается различия. По роли в общественной организации труда. А если я только управляю, а вы только подчиняете, у нас разные роли. Если я только выступаю и говорю, а вам не дам выступить на экзамене, то это я узурпировал такую способность. А вот на экзамене вы будете только выступать, и я тихо сидеть буду скромно и слушать. И потом только маленький крючочек, и всё. Там у вас будет главная роль. Вы будете там выступать. Как бы вы лектор, а я как бы студент. Но с правами. Данными мне буржуазным государством. А государство, как вы знаете, это диктатура. А диктатура власти не ограничена никакими законами. Вот это имейте в виду. Я никого не пугал. Вот. Вот такая интересная вещь. То есть это вот дорога. Вот по этой дороге уже после войны Советский Союз не шёл. То есть он не шёл по той дороге, которая позволяет укреплять диктатуру патриарства. Вот, скажем, в Китае расстреливают коррупционеров. Это правильно. Это правильно. А много ли участвует китайских трудящихся в управлении китайским государством? Нет. Я тоже думаю, что нет. То есть вот это усвоили, что надо беспощадным быть коррупционером. А то, что надо участвовать, чтобы люди в управлении, чтобы не было этой монополии на управление. Ведь люди вырастают таких матёрых взяточников и мездаимцев, потому что они бесконтрольны. А если бы люди участвовали в управлении, бесконтрольности не было. Для этого надо сокращать рабочий день. Сколько рабочий день сейчас в Китае? Ну, там же частного производства очень много. Там, как говорится, вольница. Но даже у нас в Царской России было 10,5 часов. В 1897 году. У вас в Китае есть государственный установленный рабочий день? Восемь. Восемь? Вот если я частный собственник, восемь часов я должен работать? Но если частный собственник, тогда... Мелкий буржуай, я сколько хочу, работаю. 13 часов. Так, я уже выпал из управления государством. Так, теперь капиталистические предприятия, на них 8 часов могут работать? Государственные? Да. Нет, государственных. А капиталистические частные предприятия? Там какой рабочий день? Ну, там по принципу 8, но можно, но всегда побольше. У нас по-другому это называется, по-русски. Закон, что дышло, как повернешь, то и вышло. То есть, закон законом, а... Ну, так и у нас сейчас в России 8. Но останьтесь, пожалуйста, поработать сегодня. Очень надо. Он останется, а я по закону что должен делать тогда, если я предприниматель? Доплачу. Сколько? Полтора раза. Полтора раза, если первые два часа. А вторые два часа вдвойне. И что, думаете, платят? Редко где платят. Дескать, ну, сколько вы поработаете, столько и получите. В два раза больше работаете, в два раза больше и получите. А должно быть в три, фактически. Ну, только первые два часа, в полтора, а дальше? Два. И что это соблюдается? А если не соблюдается, какая ответственность у нас в России капиталисты за это? Никакой. А штраф максимальный за это какой? Почитайте, хотите посмеяться? Почитайте административный кодекс об административных правонарушениях. Там вы посмеетесь, что за невыполнение коллективного договора пять тысяч штраф. Это чтобы пять тысяч, это через суд надо пройти. Денег столько потратить, сил столько потратить. Пять тысяч. А уж это, это вещи. И вообще молчание. А то, что написано в Трудовом кодексе, вообще нет никаких ссылок на ответственность. Нет никаких. Вот у нас написано, статья есть, строжайшая, повышение уровня реального содержания заработной платы. 134-я статья Трудового кодекса. А если я не повышаю? Ну не повышайте, не повышайте. Нету никакого ответственности. Никакой. Есть другая статья. Государство гарантирует, 130-я статья, гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. То есть цены могут расти, а зарплата должна расти быстрее цен. Понятно, да? Да. Выполняется? Нет. Люди приезжают из другой страны, видят невооружённым глазом, не выполняются. Свободная у нас страна. Свободная от выполнения законов. А Горбачёв прямо говорил. Надо, говорит. Что можно делать? Что разрешено законом? Раз. Что запрещено законом, но нет никакой ответственности? Ну нет никакой ответственности. А за это и нет никакой ответственности. И третье. Есть ответственность, но она меньше, чем доход. Поэтому тоже надо делать. То есть я 100 тысяч получу, 20 тысяч потеряю. Результат какой? 80 тысяч. И ваши тоже самые китайские капиталисты точно так же. Ну придёт какой-нибудь товарищ, наслышается всяких лекций, скажет, вот вы тут нарушаете, сколько вам надо дать тысяч, чтобы вы ушли? А он не возьмёт, он говорит, я не хочу, чтобы меня расстреляли. У нас стреляют. Это вам не Россия. В России, пожалуйста. В России никаких проблем нет. У нас как бы просто на заработки уходят в тюрьму. Ну допустим, взял 2 миллиарда, посидел 3 года и потом как бы в раю потом живёт. И всё. Ну вот смотрите, какой важный мы вопрос разобрали. Очень важный. Из чего состоит государство? Давайте поэлементы государства. Самое главное в государстве. Какое вот вы считаете звено государства самое важное? А? Право. Нет, государство право. Это что, государство бумага, что ли? Самое главное. Нет, аппарат принуждения. Аппарат. Ну как называется этот аппарат принуждения? Стоятельность. Ладно. Ну скажите, как называется этот аппарат принуждения? Вот секретный. Ну люди. Армия. Ну что? Ну конечно армия. Ну самое главное. Вот будете, если что, и армия пойдёт сюда. Ну если что. Так не придёт. Но у нас же есть. Как вы думаете, разве вы не знаете, что когда надо, вводятся войска? Куда надо? Так или не так? Это делают все государства. Во всех таких случаях, хотя и разный классный характер государств. Но есть отдельные войска, которые не вообще армия, а как называется специальные войска, для решения внутренних вопросов. Полиция. Да ну, полиция. Полиция, полиция. Войска. Как называют? Внутренние войска. Внутренние войска. Вот, к примеру, организуется митинг собрания бабушек-пенсионеров за повышение пенсии на 100 рублей у этого финляндского вокзала. И я как раз оказался там и наблюдал эту интересную картину. Ну а вдоль Невы выставили... ОМОН. Да, внутренние... Нет, не ОМОН. Внутренние войска пришли. Возвращение. Вот такие прозрачные у них. Космонавты такие. Круглые такие. Головы прозрачные. Здесь бронежилет. Потому что может же эта бабушка проткнуть. А тут бронежилет. Эй, ничего. И там бронежилет. А около памятника Ленина вот эти бабушки выступают. И расхаживают два милиционера. Они, конечно, с пистолетом. Но никаких у них позывов, там, куда-то руку в пистолетку, конечно, нет. Они ходят, так с удовольствием смотрят, слушаются, чувствуют. Гуляют и поглядывают на этих космонавтов, которые там стоят вдоль Невы. Причём картина, конечно, ну, это люди нам соображать надо. Но чего вы выставили эту идею? Нашли силу. Но! Вот могу вам показать результат революционной битвы наших пенсионеров. Значит, в своё время, когда проходил процесс монетизации на волне, ликвидации некоторых завоеваний, у нас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, на углу Садовой улицы и Невского проспекта собралось 10 тысяч пенсионеров. 10 тысяч. И сказали, что они требуют, чтобы никаких этих не проводилось. После этого перепуганные партии и правительства всем пенсионерам платят за карточку. Вот карточку здесь. То есть вам платно, мне бесплатно. Почему? Потому что наши пенсионеры, я-то не участвовал, но мне бесплатно досталось. Провели революционную борьбу с современным режимом и выбили себе карточку. А вы не выбили себе карточку, платите деньги. Вот так. А как, может быть, ещё иначе? Только борьбой. Ну, я-то в этом не участвовал, но я запомнил это. Ну, соответственно, 10% за город летом от стоимости проезда. Это существенно сейчас. Куда-то поехать. Ну, а пенсионеры – это люди бедные, а студенты богатые. Поэтому знаниями. Ну, знаниями есть богатство, знаниями есть в виду. Вот, значит, хорошо. Это взяли. Ещё какие у нас есть силовые структуры-то? Вот тут уже товарищ называл МВД. Внутренние дела. То были внутренние войска, ещё есть внутренние дела. И для внутренних дел ещё тоже нужны люди с пистолетами и с автоматами. Обратили внимание? А ещё где нужны люди с автоматами? Ещё где нужны люди с автоматами? В каких подразделениях, а? В исполнении наказания. В исполнении наказания. И там с автоматами, и с пистолетами. Так, ещё какие у нас есть органы с пистолетами, с автоматами? В пограничнике. Пограничники – это ФСБ. К ФСБ относятся. Ну, значит, ФСБ, не только пограничники, а вообще все ФСБ. Так? еще какие у нас люди с автоматами охрана как охрана неведомственная охрана это мвд это не новое это уже сказано кассаторы это так кассатора это государственно думаете да наверное государственной да наверное государственной да вот он кассаторы тоже но это охрана соответствующие так охранный я думаю что когда кмвд относится скорее всего а вот есть еще норма судебных пристав знаете что она занимается исполнением наказания не такой плакате когда зайдешь службу судебных приставов такая девушка вроде вас стоит это как бы судебный пристав а сзади такой бомбал с автоматом дескать вот она вам скажет надо делать везливо просто скажите им везливо а там сзади дядя вот он сидит он эти вот автомат покажите пожалуйста а у нее невидимый автомат это новый вид автоматов и видно но знаешь что есть вот такая штука так что у нас сколько людей теперь у нас был по борьбе с наркотиками комитет там тоже были собрали ликвидировали это комитет вместе с автоматами наверное не надо бороться с наркотиками теперь не знаю почему ликвидировали раз и как ты его слились министерство внутренних дел и все и как этот вопрос за закис что там происходит а происходит кошмар что такое наркотик знаете наркотик что такое почему общество человек сам умирает при чем тут отрицание общества это общество убило этого человека со своей наркомании а человек то не он же нормальный был чтобы так обвинять я человека общество молодец довело этого человека до того что он умер до зависимость от чего от этого вещества но это хорошее поле вот это вот один украинец наслушался вас и когда его спросили таможенники в поезде говорит у вас наркотики есть а вот это что мы вот объяснил намошник то вещество вызывающие зависимость а это как то есть есть открыл чемодан и все салом запомнил ну вещество выживаете знаете то есть вы как-то вот начале не поставили что это такое вредное вещество для здоровья человека вредные которая владает свойством сломать сломать волю к и к сопротивлению употребление этого вещества немножко посложнее речет о воле что он на волю влияет они просто там зависимость сам привык привык это потреблять сломает волю к потреблению этого вещества такое вредное вещество одно из основных качеств которого сломать волю к потреблению этого вещества ну вот это вот служба тоже тоже естественно выражена и потому что дарка от наркомана можно ждать все что угодно правильно и убийство в том числе потому что они уже таскать не собой не владеют ну вот вся наша жизнь тогда наполнилась уже всякими оружиями и силовыми структурами вот отсюда и появление такого регулятора демократии как дубинки резиновой при советской власти были у нас дубинки как вы думаете при социализме были дубинки нет а сейчас сейчас обязательно это по наеду всякие всяких случаями дубинку значит были участковые ходили с пистолетами пистолеты выходит человек на дежурство и он имеет пистолет на случай если он сталкивается с какими-то преступниками все а теперь страшное дело но если вот класс буржуазии защищен силой государственной власти он еще не может дополнительно себе оружие приобретет может частные охранные структуры пожалуйста сколько угодно деньги есть пожалуйста денег нет вот мы так примерно раскрыли с вами что вот эту сторону которая записывается что что это организация силы но какого это какого носили класса уносили непременно класса уносили поэтому если люди это понимают то они такие глупости что вот мы часто изберем какое-нибудь другое состав правительства ли по состав президента это что-то изменит и не понимаешь что это речь это о том что из целой организации силы а вы со своими билетиками с голосами голоса вот события в чили чему нас учат вот соц партия получила большинство голосов пока она выполняла программу буржуазной революции то есть обнимала землю у помещиков и отдавала крестьянам хорошо как закончила эту программу тогда взяли убили этого президента и установили фашизм в чили кто это делал какая сила буржуазная армия ты начать армия тут самое главное которое вот все сравнили тут армия это голоса смеешься что ли на равно перерыв а если нибудь на русском языке вот текста устава кпк на руках я думаю что есть и на сайте на каком на официальном он 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 для русских английском есть и на русском есть как набрать просто кпк еще что даже сарки китая а вот интересно давайте посмотрим можно поскольку у меня товарищи за ответить надо быть